Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о файлах в языке программирования Python. Чаще всего данные для обработки поступают из внешних источников, из файлов. Существуют различные форматы файлов. Наиболее простой и универсальный – это текстовый формат. Текстовый формат не стоит путать с вордовскими документами. Текстовый формат открывается в любом текстовом редакторе. Расширение у текстовых форматов – это txt, html или csv. Помимо текстовых файлов, есть другие типы файлов. Это вы знаете. И также из языка программирования C вы знаете, что при работе с файлами мы определяем сначала, с каким типом файла мы работаем – текстовый или бинарный. И далее, что мы именно хотим сделать с этим файлом. Открыть для чтения, открыть для записи, для дозаписи. Все эти правила применимы и в языке Python. Рассмотрим, как открыть файлы для чтения. Вообще существует четыре режима работы с файлами. Режим для чтения – R, да, слово read. Если файл не найден, то генерируется исключение – файл not found. Режим write, или мы его указываем как write, файл открывается для записи. Если такой файл отсутствует, то он создается. Если же файл с таким именем существовал, то он создается заново, и вся информация, что в нем была до этого, она стирается и записывается заново в другую информацию. Если мы работаем с текстовыми файлами, то мы можем текстовый файл открыть для дозаписи, то есть append через A. Здесь тоже, если файл создается, вернее, если файл отсутствует, то он создается заново. Если же файл уже существует, то он не удаляется. Курсор устанавливается в конец файла, и к концу файла дописывается вводимая информация. Можно открыть в режиме binary, то есть это режим для работы с бинарными файлами. Он помимо того, что указываете режим binary, указываете, для чего вы этот файл используете, для записи, либо для чтения. Режим текстовый, он открывается автоматически, его указывать не нужно. Еще разок напомню, что текстовые файлы, они работают в последовательном доступе. Бинарные файлы могут работать в прямом доступе. Что означает последовательный доступ для текстового файла? То есть для того, чтобы получить какую-то порцию информации, должны будете прочесть файл от начала до конца, не пропуская, не перематывая, скажем так, файл, не пропуская ничего. В подряд должны считывать информацию. В бинарном режиме или при работе с бинарными файлами вы можете курсор устанавливать на необходимую вам позицию. То есть можно перепрыгивать. Это как вот такое избитое сравнение. Текстовый файл – это, например, те, что раньше были магнитные ленты, куда информация записывается, и нужно всю ленту перемотать, чтобы получить доступ к определенной порции информации. А бинарные файлы – это нынешние оцифрованные файлы, когда вы можете передвинуть указатель в любое нужное вам место. Для того, чтобы открыть файл, используется служебное слово open в скобках аргументы. Что у нас относится к аргументам? Первый аргумент – это имя физического файла, то есть того файла, который вы хотите открыть. Далее – режим доступа, в данном случае для чтения, для записи, либо для дозаписи. И буферизация – необязательный параметр, то есть он указывает, сколько байт памяти вы хотите за одну операцию чтения получить в буфер. Ну и перед командой ставится переменная, это как формальное имя файла. Если это физическое имя, то это формальное. Или имя переменной называют. Ну и дальше посмотрим. Атрибуты файлового объекта в Python. Как только файл будет открыт и появится новый файловый объект, можно будет получить о нем следующую информацию. Файл closet. Данный метод позволит вернуть true либо false. Если файл закрыт, был закрыт, то он возвращает true. File mode возвращает режим доступа, с которым был открыт файл. То есть для write, для read. Файл name возвращает имя файла. Файл source space возвращает false, если при выводе содержимого файла следует отдельно добавлять пробел. И еще, что забыла, не сказала, любые файлы, которые вы хотите считывать, или которые вы хотите записывать информацию, должны находиться в том же каталоге, в том же месте, где ваша программа, Python-ская программа находится. Например, пусть имеется текстовый файл, содержащий некоторую информацию. Что нам необходимо для этого сделать? Текстовый файл я назвала текст1. Я говорю, я хочу открыть данный текстовый файл в режиме чтения. И вот эту команду я присвоила переменный файл. Теперь я буду работать не с текстовым файлом физическим именем, а с переменной. Еще одна переменная контент. Говорю, вот то, что я открыла, точка read, как объекта, считывай данная команда из текстового файла под имени переменной файл, информацию, закидываю ее в контент. Дальше я вывожу эту информацию на экран и говорю, файл закрыт. То есть, если у меня в текстовом файле было, например, три строчки, состоящие из цифр 11122233, то у меня на экране выведут эту информацию. При работе с файлами довольно часто возникают ошибки. То есть, в случае, если я хочу открыть несуществующий файл, либо я хочу открыть еще не закрытый файл, или же пытаюсь записать файл на диск, который уже переполнен, ну и такие разные ошибки при работе с файлами, они будут вызывать исключения. Для того, чтобы не было такого некорректного завершения работы с программой, можно использовать обработку этих исключений. Например, в данном примере, обработываемое исключение так же, как и все, через три-эксепт. Я говорю, три, что я делаю? Я хочу открыть мое действие, открыть файл. Если такой файл не существует, он не выводит сообщение. Ошибка открытия файла. Иначе, если файл существует, то я дальше считываю из файла, что мне нужно, и вывожу на экран, файл закрываю. То есть, к примеру, если у меня файла текст 1 не существует, и я его пыталась открыть, то он не даст ошибку. Error.opening.file. Это то сообщение, которое я вела. Это не то критичное сообщение, которое обычно дают Python в красном цвете. Можно использовать менеджер контекста. Что он делает? Он автоматически закрывает открытые файлы и не требует того, чтобы я проверяла, закрылся мой файл, закрыт мой файл или не закрыт. Та же исключение try, менеджер контекста with, и далее содержимое, как обычно, open, имя файла, режим открытия, as, переменная. Если до этого у меня было файл равно open, то тут файл переменно переходит в конец строки и ставится with. Дальше обычная работа с файлом, считывается информацией с файла, выносится на экран и обрабатывается ошибка, если вдруг такого файла не существует, вывести, а ошибка открытия файла. Так как мы сказали, что и файл Python с программой, и файл, с которым мы хотим работать, должны находиться в одном месте, в одном каталоге, нам нужно знать, где же находится наш файл, в Python, например. Для этого, для определения текущего рабочего каталога, нам необходимо импортировать модуль OS операционной системы, использовать метод getch.vd, он нам даст ответ, сразу выведет, где же находится мой файл. У меня, например, находится на диске D, в учебной работе, в Python и так далее. То есть, вот метод OS getch.vd определяет, где находится моя программа. Если же файл находится в другом каталоге, а мой документ в другом месте, то необходимо указать к нему путь. Путь указывает либо абсолютный, начиная с корневого каталога, то есть диска D, например, либо же относительно того, где я сейчас нахожусь. Но имеется в виду, нахожусь эта программа питона. То есть при открытии файла здесь указывается полный путь, либо при открытии путь относительно того, где я нахожусь. Например, рассмотрим, что здесь нам дано. Нам необходимо открыть текстовый файл, текст 1, в режиме чтения. Что я говорю? Я считываю 10 первых символов. Все, что считал эти 10 символов, записал их в переменный контент. Все остальное я считываю и записываю в REST. То есть я могу указать, сколько информации я хочу за раз прочесть. Могу не до конца читать, а прям ограничить объем информации. Далее вывожу вот эти 10 символов и другой строкой вывожу все остальное. К примеру, у меня текст, в текстовом файле был today 21 октября 2020, пустая строка и окей, то есть три строчки. Он мне выводит сначала вот этот текст, 10 двоеточия, и далее 10 символов из моей строки, то есть today 21.1. Вот на этом 10 символов не закончилось, обрезалось. То есть все остальное будет считываться в другую переменную, в переменную REST. Если необходимо нам получить список, состоящий из строк, то можно считывать построчно. То есть можно использовать readlines вместо read. Например, вот тот же файл и вместо read поставила readlines, вывела линии, то у меня вышел список, первая строка, она обязательно завершается Enter, поэтому указится символ Enter, пустая строка, символ Enter и окей. Так как у меня здесь, вот если вы видите, курсор Enter не завершился, он здесь стоит, здесь вот этого знака курсора, а перехода на новую строчку, Enter нету. В этом примере, что мы делаем? Мы открываем наш файл для чтения, считываем строки, записываем их как список, строк, выводим на экран этот список и дальше я хочу отобразить эти элементы в обратном порядке, то есть строки отобразить в обратном порядке и удалить мои лишние пробелы, которые мне сейчас не нужны. Для этого я вот первая часть вот отсюда мы уже рассматривали, оно мне даст вот такой вот экран, просто список. Дальше Reversed, этот метод мы знаем, который позволяет отображать элементы списка в обратном порядке, я говорю, вот отобразить в обратном порядке, мой список Lines, удалить лишние пробелы, а в данном случае у меня будет удаляться символ переход на новую строчку. И вот этот принт у меня выведет нижняя строка окей, пустая строка и моя первая строка. чтобы считать информацию построчно и при этом с читанной информацией сразу же обработать, определить длину каждой строки, как вы уже знаете, вы в цикле перебираете для, например, переменной Lines в файле, выводите, сначала все это считали, потом для каждой линии, для каждой строки в файле выводите эту строчку, считаете длину этой строки без пробелов и выводите на экран. Например, today у меня вышло как 16, дальше у меня идет пустая строка, ничего нет, это 0, дальше окей без пробела, окей и сразу два символа. С файлов можно не только считывать информацию, но и записывать информацию в файл, то есть создавать файл. Для этого я указываю, что я файл открываю в режиме в режиме записи и само сообщение, что я хочу, либо на прямое сообщение, либо какую-то строку занести в файл по условию задачи. здесь я открыла файл текстовый для записи, создала одну строчку проба записи, вот она у меня вышла, проба записи, сразу же перешла на новую строчку, курсор мне будет где-то здесь стоять. Затем я добавляю строки в уже существующий файл, то есть я этот же файл открываю уже в режиме А, в режиме А, и тоже записываю через эту write еще одна строка, еще одна строка. Естественно, если я вот оставлю вот эти четыре строчки with open output file, with open output file, write, такой результаты на экране не увижу, я здесь не все продемонстрировала, для того, что получить на экране результат вашей работы, вы должны здесь еще разок открыть файл для чтения, прочесть информацию из файла и вывести на экран то, что мы рассматривали ранее. А чтобы без экрана сразу посмотреть, вы должны открыть файл text2, text2, через блокнот, например. Ну и еще один пример разберем. Пример прямого обращения к файлам, которые находятся в сети интернета. Здесь я подключаю библиотеку, да, your.lib.es, указываю your.l.adress, вот я точно знаю, что вот этот файл rama.txt находится вот здесь, по этому пути, по этому адресу. И далее говорю, для вот этого адреса your.l.open открываю как веб-страницу и дальше уже просто работаю с веб-страницей, буквально как с файлом. Для каждой строки в файле, веб-странице я удаляю все, что мне не нужно, преобразую в tbytes vtf8, то есть чтобы мне выходили не байты закодированные, а нормальный текст, и вывожу строчку. В результате я получу вот такой вот текст. Для работы с файлами, помимо основных методов read, write, readline, open, существуют методы tell, которые определяют позицию указателя, и метод sit. Но эти методы, конечно, применимы не для работы с текстовыми файлами, а для работы с бинарными файлами. Метод tell определяет позицию указателя, то есть где находится ваш курсор. Метод sit позволяет перейти на нужную позицию. Метод sit имеет один обязательный параметр, это offset, и второй необязательный from. Offset указывает, на сколько байт нужно перейти. From означает позицию, с которой нужно начинать движение. Если from у меня 0, это означает, что нужно переходить на offset байтов с начала файла. Если 1, то от текущей позиции, смотря где вы находитесь. Если 2, то от конца файла. Ну и еще один пример напоследок. Пусть имеется текстовый файл, содержащий состоящий из 10 строк. Каждая строка это 2 числа, разделенных пробелом. Нужно найти среднее арифметическое каждой строки и результат записать в новый файл. Учитывая, что у нас 2 числа, которые находятся в текстовом файле, это не 2 числа как таковых, это текст. Поэтому нам его нужно будет явно преобразовать в числа, найти их сумму, потом среднее арифметическое и обратно уже текстом записать в другой файл. Начнем с открытия файла в режиме чтения как F, то есть для любого и, извините, для, не для любого, для им, это будет моя строка, в диапазоне 10, так как у меня 10 строк, я считываю каждую строку редлайном и вот то, что я считала из файла F, одну строку записываю в лайн. Дальше что я делаю, я удаляю этот лишний пробел, который был между двумя числами, вывожу эту строку, а я числовой формат перевожу первый элемент строки, в второй элемент, то есть первое число, второе число, нахожу сумму среднеаритметическое и вот этот результат я буду записывать в другой файл, файл result.txt, который будет открыт в режиме write, также будет у него 10 строк, говорю, result.t, это перевела число флот типа в str и записала в файл, дальше помимо того, что я записала это число, я записала команду, чтобы у меня курсор перешел на новую строку. Итого, сегодня мы с вами познакомились с понятием файл. Работа с файлами в питоне очень похожа на работу с файлами все. Файлы мы можем открыть в режиме чтения, в режиме записи, если это текстовый файл, то в режиме до записи. Если это бинарный файл, то мы указываем, что он бинарный, и также в режиме чтения либо записи. До записи бинарных файлов не существует. Если работаем с текстовым файлом, мы можем считывать построчно. Если мы работаем с бинарными файлами, то мы можем перемещать наш указатель, нашу позицию указателя с начала файла, с конца файла, середины файла, так как мы хотим. можем определить позицию файла, позицию указателя файла. На экране вы видите вопросы, которые вы должны уметь ответить. Список рекомендуемой литературы. На этом сегодняшнее наше занятие завершается. Продолжение следует... Продолжение следует...